Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать заметки по геостратегии Андрея Юрьевича Школьникова. Сегодня у нас энергетический переход в никуда. Первая часть – раздел «Геостратегия». В 2020-2021 годы человечество столкнулось с информационной пандемией. Это инклюзивный капитализм, борьба с глобальным потеплением, принудительная медицина, четвертый энергопереход. Что велась по правилам ментальных войн. Основной путь, которых заставить противника делать нужные вам, но вредные ему действия, чтобы при этом он был уверен, что действует в своих интересах. В этой кампании с Западом была допущена стратегическая ошибка. Предварительный подготовительный план оказался недостаточен. Крупнейшие страны не Запада не проглотили отраву в красивой обертке. Степень послушания и управляемости местных элит была переоценена. Последние смогли оценить последствия и не стали совершать коллективное самоубийство. По инерции многие аналитические центры и эксперты до сих пор продолжают жить и работать в указанной глобальной парадигме, наполняя энергетические прогнозы «зеленой энергетикой», здесь кавычках, то есть чужими манипуляционными нарративами. К реальной энергетике, экономике, экологии и т.д. данные прогнозы не имеют никакого отношения. В основе чистая геополитика и рассматривать нужно именно в ее логике. Врага надо бить на своих условиях, а не на его, на подготовленном поле. Ранее был описан естественный ход изменения парадигмы. Рассмотрим критерии, что символизирует о манипуляциях и лжи в предлагаемых революционных изменениях. Чем больше совпадений, тем меньше рассматриваемые инициативы имеют отношение к реальности и больше манипуляций. Давайте перечислим. Нарушение естественного хода создания нового. Резкое перпендикулярное изменение трендов – технологических, геополитических, экономических и других. Кратное ускорение протекания процессов. Отсутствие времени на осмысление. Необходимость якобы делать все изменения еще вчера. Предлагаемое – последний шанс инициатора сохранить свое положение и статус. Название невыгодных правил игры с условием неравенства и власти элит. Фиксация – сверхценное патологическое гипертрофированное внимание к ранее второстепенному вопросу. На порядке. Вытеснение всех остальных тем и проблем из дискурса. Нарушение базовых постулатов учебников и положений науки. Резкое сужение поля дискуссии второстепенными. Формальными вопросами. Требование принятия одного единственного варианта решения. Угрозы, шантаж, требования солидаризации, отказа от индивидуальных интересов в пользу «всеобщих». Табуирование любой критики, переход на личности, оскорбление, расчеловечивание несогласных, игнорирование выявленных манипуляций, подтасовок фактов и лжи, использование принципа «цель, оправдывая средства». Апелляция к абстрактным правилам, присвоение себе право говорить от имени всего человечества или народа и т.д. Агрессивная эмоциональная агитация с использованием кумиров и известных медийных лиц. Использование в агитации ученых, сидящих на грантах, ведь несогласных подвергать астракизму и выкидывать из профессии. Акцент на «выгодах для всех». Здесь в кавычках «полное игнорирование рисков и последствий». Окончание следует.